Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на канале OK English, и мы с вами изучаем английский язык. Вы знаете, что английский язык требует определённого времени на изучение. Его невозможно выучить за один день, за два дня. И если вы посмотрите на список уроков, которые относятся только к грамматике английского для начинающих, то сейчас мы с вами находимся уже на 85-м уроке. Это ещё не предел, впереди ещё 30 уроков. Так что нам есть над чем поработать. Итак, в уроке номер 85 мы с вами говорим о прилагательных в английском языке. По-английски этот термин называется adjectives. То есть, если вы увидите слово adjective или его сокращение adj, точка, то знайте, это прилагательное. Прилагательное – это слово, которое отвечает на вопрос «какой», «какая», «какое» и «какие». Прилагательное помогает передать какое-то качество, какую-то характеристику и описать какое-то состояние. Чаще всего в английском языке прилагательные стоят в связке с существительным. В принципе, так же, как и в русском языке. Вместо прилагательного перед существительным, например, nice day, милый денёк, blue eyes, голубые глаза. На что стоит обратить внимание? В русском языке прилагательные меняются. Голубой, голубая, голубые. В английском языке ничего этого не происходит. Нам абсолютно не важно, существительное стоит в единственном числе или во множественном. Нам не важно, это живой человек или это предмет. Абсолютно никаких изменений с прилагательным не происходит. И это очень хорошая новость. Самое главное – запомнить его место, где оно стоит. Перед предметом или объектом, к которому оно относится. Например, it's a nice day today. Сегодня хороший денёк. Грамматическая основа здесь it's. Мы её не переводим. Это формально подлежащее и сказуемое. А что нас интересует? A nice day – хороший денёк. Причём, друзья мои, если существительное стоит в единственном числе, то есть как слово день, оно одно, да, он один этот день, то к нему где-то должен быть артикль a. В английском языке артикли стоят перед прилагательными, хотя относятся к существительным. Нельзя сказать it's nice a day. Мы должны a поставить перед всей связкой. Поэтому мы говорим a nice day. Laura has got brown eyes. У Лоры карие глаза. Brown eyes, карие коричневые глаза. Сначала brown, потом к чему они относятся, к слову ice. There is a very old bridge in this village. Есть очень старый мост в этой деревне. Old bridge – старый мост. Do you like Italian food? Тебе нравится итальянская еда? Italian food – итальянская еда. Почему здесь итальян с большой буквы? Вы знаете, что в английском языке национальности, языки и что-то, что принадлежит, опять же, к какой-то национальности, оно всё записывается с большой буквы. English – английский, да, это English language – английский язык, English people – английские люди, English land – английская земля, да, всё бы это писалось с большой буквы. Таково правило английского языка, надо его знать. I don't speak any foreign languages. Я не говорю ни на каких иностранных языках. Foreign languages – иностранные языки. There are some beautiful yellow flowers in the garden. Есть несколько красивых жёлтых цветочков в этом саду. Здесь у нас интересная большая громоздкая связка. После местоимения some, кстати, так же, как и местоимения any, мы с вами уже говорили, их место в связке самыми-самыми первыми. То есть нельзя ставить any или сам куда-то там в конец. Это важное определяющее местоимение, ясное дело, он должен быть в начале. К одному существительному может относиться сразу несколько прилагательных. Ничего там страшного нет, не пугайтесь. Как мы уже сказали, место прилагательного всегда перед существительным. Мы не ставим его после существительного. Нельзя сказать flowers yellow, хотя по-русски мы можем сказать цветы жёлтые. В английском так нельзя. В английском языке строго закреплён порядок слов-предложений. Have you met any famous people? Ты когда-нибудь видела каких-то знаменитых людей? Famous people, а не people famous. И ещё раз запоминаем, что у прилагательных в английском языке нет окончаний. Они не меняются. A different place, different places. Другое место, другие места. Видите, слово different не меняется. Хотя при переводе на русский, естественно, мы выбираем здесь и разные, а здесь разные. То есть, в русском изменения есть, в английском нет. Об артикле помним. Вот он. Перед связкой прилагательного существителя, а не между прилагательным и существителем. Это важно. Но если бы, друзья мои, всё было так просто, то английский, наверное, можно было бы выучить за 5 дней или за 5 недель. Нет, всё не всегда просто. И часто в английском языке употребляется связка, которая достаточно сложна для понимания начинающими. Часто в английском языке прилагательный идёт связка с глаголом be. Например, be happy, быть счастливым. Be nice, быть милым. Be late, опаздывать. И сложность состоит в том, что на русский язык очень часто такие связки переводятся глаголом. Хотя по-английски они обозначают находиться в этом состоянии. При этом глагол be будет меняться, а прилагательное, которое стоит после него, оно не меняется. Разбираем примеры. Давайте сразу по картинке. I'm hungry. Я голодный. По-русски говорю голодный. Уровень как прилагательное, да? Но нельзя сказать I'm hungry в английском языке. Мы не можем так сделать, потому что hungry не несёт категорию времени. И если я выброшу вариант глагола be, вот как здесь, если я скажу I'm hungry, а не I'm hungry, то наше предложение не будет привязано ни к какому времени. Оно, значит, зависнет в вакууме. Англоговорящий человек вообще не поймёт, к чему вы это сказали и о чём вы вообще говорите. О прошлом, настоящем, будущем не поймёт вас словом, друзья мои. Поэтому в предложениях, когда нет никакого видимого действия, есть только объект и его характеристика. Мы должны в этом случае не забывать о варианте глагола be. Например, the weather is nice today. Погода милая сегодня. Погода милая, да? Здесь нет действия. Но для англоговорящего человека здесь есть состояние. Погода есть милая. Погода является милой. The weather is nice. These flowers are very beautiful. Эти цветы очень красивые. Опять же, есть объект цветы. Есть их характеристика. Красивые. Но по-английски мы должны сказать цветы являются красивыми. The flowers are beautiful. Хотя в русском языке, если мы скажем цветы, а потом какие, то всё нормально для нас, у нас этот вариант работает. В английском он не работает. И попрошу вас, друзья мои, никогда не забывать о том, что в английском языке. Обязательно в любом предложении есть автор действия и его действия. Это относится к любым нормальным, полноценным, полным предложениям. К вопросам, к отрицаниям, к утверждениям. Are you cold? Shall I close the window? Ты замёрзла? Мне закрыть окно? Are you cold? Ты замёрзла? Здесь я перевожу связку be cold, are cold, глаголом замёрзнуть. В русском языке есть вариант замерзать. По-английски англоговорящие люди входят в это состояние. Они входят в состояние холода. They are cold. Если я хочу спросить, ты вошла в это состояние, я тебя, естественно, спрошу, are you cold? Ты холодная, по-русски даже так я не могу сказать, ты замёрзла. А англоговорящие люди здесь используют связку быть замерзающим, быть в состоянии холода. Конечно, такие связки, друзья мои, нужно запоминать. Логика для нас здесь отсутствует, да, для англоговорящих людей, которые с детства слышат эти связки, для них всё в порядке. Поэтому надо, если вам попадается такая связка, обязательно её запоминайте. И запоминайте, что не всегда глагол русский соответствует глаголу английскому. В английском, как видите, может быть связка be плюс прилагательное, плюс adjective. I'm hungry. Can I have something to eat? Я проголодалась, я могу что-нибудь съесть. I'm hungry, эту связку мы уже разобрали. The film wasn't very good. It was boring. Фильм был не очень хорошим, он был скучным. Быть хорошим. Be good. Быть скучным. Be boring. Be меняется по временам. Мы говорим о прошлом, соответственно, глагол be приобрёл вариант was. The film wasn't good. Не был хорошим или был нехорошим. Please be quiet, I'm reading. Пожалуйста, потише я читаю. Потише, да, будьте потише. Ведите себя тише. В английском это be quiet. Это повелительное наклонение. Замолчите. Можем такой вариант перевода подобрать. В русском языке это глагол. Замолчите, да. А в английском языке это связка быть тихим. Be quiet. Или вести себя тихо. Или быть в состоянии тишины. Поэтому эти моменты, друзья мои, они непростые. И в одном из первых юнитов, когда мы только начинали эту грамматику и говорили о глаголе be, мы там разобрали несколько связок. Вот как раз-таки они относятся к этому правилу. Насколько я помню, там была связка be late, опаздывать. И еще несколько полезных связок. Поэтому, друзья мои, не поленитесь. Зайдите, пересмотрите первый юнит, если вы его забыли. Также, друзья мои, помимо глагола be, есть еще несколько глаголов, которые могут передать, что вы находите в состоянии. А состояние, как вы понимаете, это прилагательное в английском языке. Это такие глаголы, как look, выглядеть каким-либо, feel, ощущать себя в каком-то состоянии, smell, почувствовать что-то, taste, почувствовать вкус какой-то, sound, звучать каким-то образом. После этих глаголов в английском языке напрашивается прилагательное. Например, you look tired, I feel tired. Ты выглядишь уставшим, я чувствую себя уставшим. То есть, ты выглядишь, как будто ты находишься в состоянии tired, уставшим. I feel, я чувствую себя в состоянии tired, уставшим. You sound happy. Ты звучишь, как счастливый человек. То есть, по звуку я понимаю, что ты находишься в состоянии happy. Видите, даже адекватный русский перевод здесь подобрать сложно, но англоговорящие люди используют очень часто подобного рода связку. It smells good. Пахнет хорошо. То есть, пахнет каким состоянием? Хорошим состоянием. Good. It tastes good. По вкусу это хорошо. Кстати, заметьте, в русском языке я здесь подбираю перевод наречием. Хорошо. В английском языке нельзя говорить it smells well или it tastes well. Потому что после глагола taste мы уже знаем, нужно использовать прилагательное adjective. It smells good. It tastes good. Эти глаголы в связке с прилагателями я вам очень рекомендую запомнить, потому что это встречается в английском языке часто, и это не соответствует русской конструкции вообще. Как можно больше примеров соберите по данным глаголам. К счастью, это все ходовые глаголы. Я думаю, что вы без труда подберете побольше разных примеров. И еще несколько примеров. Ты выглядишь уставшим. Да, я чувствую себя уставшим. Здесь, друзья мои, обратите внимание, запомните, пожалуйста, что после этих глаголов дальше используем прилагательное, не наречие. Потому что в следующем юните мы с вами будем говорить о наречиях, и как раз-таки наречия стоят после глагола и придают ему характеристику. Но именно эти глаголы, вот эти вот look, feel, smell, taste и sound, они передают состояние, поэтому после них стоит прилагательное. Gary told me about his new job. It sounds very interesting. Гарри сказал мне о своей новой работе. Звучит интригующе или звучит интересно. Sounds interesting. Звучит интересно. По-русски, опять же, перевожу наречием, как интересно. По-английски мы знаем, что после sound используется прилагательное. Я не собираюсь есть эту рыбу, она пахнет нехорошо. Дословно, не пахнет хорошим состоянием. It doesn't smell good. Здесь стоит слово good, а не well, потому что после smell мы должны использовать прилагательное. Вот так вот всё просто. Давайте ещё раз сравним все это в виде таблиц. He is tired – он уставший, он в этом состоянии. He feels tired – он чувствует состояние уставший. He looks tired – он выглядит, как будто он в состоянии уставшего. Везде стоит прилагательное tired. They are happy – они счастливы. Они находятся в состоянии счастливы. They look happy – они выглядят счастливыми. То есть, они выглядят, как люди, находящиеся в состоянии happy. They sound happy. Вот эту связку дословно на русский перевести очень сложно. Когда их слышишь, то понятно, что они находятся в состоянии happy. They sound happy. То есть, у них голос счастливый. Ну, наверное, это самый английский подходящий перевод. It is good. Это хорошо. Это состояние хорошо. It smells good. Это пахнет, как будто оно находится в хорошем состоянии. It smells good. It tastes good. Оно по вкусу, как будто оно в хорошем состоянии. It tastes good. Видите, в английском языке всё очень лаконично. В русском языке всё очень громоздко. Поэтому, кроме как через практику, вы по-другому эти связки не отработаете. Друзья, хочу вам напомнить, что я для вас открыла дополнительный сайт с примерами по красному Мёрфе. Он называется oktests.ru. Вот наша грамматика Essential Grammar in Use будет в перспективе ещё грамматика по синему Мёрфе. И перейдя к оглавлению, вы найдёте дополнительные задания практически ко всем юнитам по красному Мёрфе. Если я открою, например, юнит номер 85, тот юнит, который мы с вами сегодня разобрали, вот он, прилагательный в английском, то вы найдёте здесь, вот смотрите, целых три упражнения, которые помогут вам запомнить английские прилагательные. Список заданий будет постепенно пополняться. И в перспективе я планирую сделать здесь огромную кучу тысячи английских тестов, которые вы сможете пройти онлайн и сразу получить результаты. Вот, например, Какие они эти цветы? Beautiful, да? It's a nice day today. It's a nice. Я вот сразу вижу, что день приятный. Anne has got eyes. Какие? Blue. Я думала, что это всё-таки blue eyes. Давайте проверим. Да, действительно всё правильно. Nice, blue. Поэтому, друзья мои, для того, чтобы хорошо запомнить сегодняшний урок, не ленитесь, обязательно сделайте задание для закрепления, а также переходите на сайт ok-tests.ru ok-tests.ru и делайте дополнительные задания, и вы сразу увидите, хорошо ли вы закрепили материал или нехорошо. Надеюсь, занятие вам понравилось. Меня зовут Елена Викторовна, и я готова вам помочь в изучении английского языка. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. А если вы уже это сделали, молодцы, ребята, я рада, что вы со мной, и что вы достаточно настойчивы, чтобы выучить английский язык. Я знаю, всё у вас получится. И если вам нужна какая-то помощь от меня, задавайте свои вопросы в комментариях. А также, друзья мои, если вам понравился сегодняшний урок, вы можете дать мне обратную связь, поставив лайк, сделав репост этого урока, а также оставив свои хорошие комментарии со словами благодарности. Мне будет очень приятно. До встречи в следующих уроках. Good luck and goodbye. The weather is nice today. These flowers are very beautiful. Are you cold? Shall I close the window? I'm hungry. Can I have something to eat? The film wasn't very good. It was boring. Please be quiet. I'm reading. Section C. You look tired. Yes, I feel tired. George told me about his new job. It sounds very interesting. Don't cook that meat. It doesn't smell good. 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 It doesn't smell good.